Таджикский режим Всем таджикским депутатам, как нижней, так и верхней палаты парламента, Рахман поручил с 8 по 17 января заниматься в городах страны пропагандистской работой по разъяснению послания президента к парламентариям, сообщает информационное агентство Азия Плюс со ссылкой на собственный источник. По информации агентства власти решили не ограничиться только депутатами, но и задействовали максимальное число госструктур, а именно администрации всех городов, районов и областей республики, которые должны теперь образовать группы из числа местных активистов для пропаганды среди населения послания президента. Напомним, что президент Имам Ли Рахман на заседании правительства республики, которое состоялось 29 декабря прошедшего года, поручил членам правительства и руководителям всех правительственных госучреждений подготовить план мероприятий и провести пропагандистскую работу среди населения по пунктам послания президента к Мачилисе Оли. Туркменская тирана Самадура Берды Мухамедова Сотрясла мировые СМИ. Туркменские власти ввели запрет на использование автомобилей черного цвета. Об этом сообщает агентство «Спутник». По информации журналистов, с туркменских улиц сотрудниками государственной автоинспекции немедленно эвакуируются все автомобили черного цвета, а цена на перекраску автомобиля резко выросла с 500 до 1000 долларов. Напомним, что ввоз автомобилей черного цвета был запрещен в Туркменистане еще в 2015 году. Теперь же автомобили эвакуируются прямо с улиц на штрафстоянку дорожной полиции. Причем на просьбу журналистов хоть как-то прокомментировать причины запрета представители органов не смогли дать хоть сколько-то вразумительного пояснения, кроме пространного тезиса о том, что необходимо покупать белые машины, так как белый цвет приносит удачу. Наблюдатели сообщают, что белый – любимый цвет верящего в приметы и суеверия президента Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедова, который, очевидно, и отдал подобное распоряжение. Режим в Таджикистане создает новые госструктуры. Данное решение принято 29 декабря в ходе очередного заседания правительства страны, сообщает пресс-служба президента. В ходе заседания Рахман поручил создать следующие структуры – Комитет продовольственной безопасности при правительстве, Агентство гражданской авиации при правительстве, Служба по госнадзору здравоохранения и социальной защиты населения и госучреждения «Таджикфильм». Экономисты отмечают, что создание дополнительных государственных структур на фоне экономического кризиса в стране приведет к еще большему дефициту бюджета, не говоря уже о том, что появление новых госструктур в условиях клептократического режима означает появление новых коррупционеров в лице сотрудников данных структур. Кроме того, в качестве одного из последствий создания новых ведомств ожидается создание дополнительных барьеров для развития малого и среднего бизнеса в стране. Следует добавить, что любое государство в условиях кризиса стремится сократить штат чиновников для сокращения нагрузки на бюджет, однако режим Рахмона действует ровно наоборот. В правительстве Таджикистана Основными факторами данного роста были займы, привлеченные якобы для реализации ряда экономических проектов. По состоянию на конец июня 2017 года Китай оставался главным кредитором Таджикистана, на долю которого приходилось более половины общего внешнего долга страны, по сравнению с одной и третью всех долгов, предоставленной всеми международными финансовыми учреждениями в совокупности. Примечательно, что госдолг страны растет стремительными темпами, однако все эти займы идут вовсе не для решения проблем народа, так как уровень жизни остается в стране критическим. Так, например, согласно докладу Всемирного банка, 14% населения живут за чертой бедности, а уровень бедности составляет 30%. Напомним, что денежные переводы трудовых мигрантов остаются основным источником доходов населения Таджикистана, а стагнация наблюдается во всех секторах экономики. Продолжение следует...